АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет! Я хочу вам рассказать про рекомендательные системы. Что сейчас происходит в этой индустрии, какие методы там используются и какими рекомендациями будут через некоторое время. Вы все уже наверняка много раз слышали про рекомендательные системы, знаете, что это такое. Вот скажите, кто из вас хоть раз покупал что-нибудь на Амазоне? Многие, да? Каждый раз, когда вы заходите на сайт Амазона, он встречает вас блоком рекомендаций каких-то товаров. Точно так же, я думаю, многие из вас уже пользовались сервисом Foursquare, который может порекомендовать вам лучшие кафе и рестораны недалеко от вас. Более того, я уверен, что почти у всех из вас есть профили в социальных сетях. Ну, например, в Фейсбуке. А Фейсбук тем временем уже тоже стал рекомендательным сервисом. Лента новостей в Фейсбуке давно перестала быть обычной хроникой событий. Каждый раз, когда мы с вами заходим на сайт, он рекомендует нам посты друзей, которые нам было бы интересно почитать. Я хочу рассказать, в каком направлении движется вся эта индустрия, и почему через некоторое время мы перестанем с вами мучиться в выборе, какую нам книжку почитать, какой фильм посмотреть, перестанем донимать наших друзей просьбами кинуть новую музыку на стену, и сами без проблем сможем выбрать стиральные машины. А помогать отвечать на все эти вопросы нам будут рекомендательные сервисы. Причем будут делать это намного лучше, чем многие наши друзья и родные. Но обо всем по порядку. Давайте посмотрим, как развивалась эта область. Вообще рекомендательные системы в интернете стали появляться еще лет 20 назад, примерно с появлением самого интернета. Выглядели они, правда, тогда не так красиво. Но уже тогда было понятно, что эти сервисы могут чем-то помочь людям. А настоящий рассвет техники рекомендаций произошел благодаря известному конкурсу Netflix Prize. Кстати, может быть, кто-нибудь из здесь присутствующих участвовал в этом конкурсе? Нет таких, да? Тогда я расскажу. В 2006 году основной доход американской компании Netflix приходился на прокат кинокассет. И у них в кровном интересе было улучшить качество рекомендаций, чтобы пользователи как можно чаще брали кассеты в прокат и чаще платили им деньги. И вот они выложили в публичный доступ 100 миллионов оценок, которые пользователи ставили просмотренному фильму. А от участников соревнования требовалось проанализировать все эти данные и построить такую модель, которая бы лучше всего предсказывала неизвестные оценки. Для победы в соревновании требовалось улучшить точность предсказаний хотя бы на 10% по сравнению с тем алгоритмом, что был у Netflix тогда. А за победу давали миллион долларов. Все начиналось с довольно простых алгоритмов коллаборативной фильтрации, основанных на идее, что похожим пользователям обычно нравятся похожие фильмы. Давайте представим, нам нужно предсказать, какую оценку поставит какой-нибудь пользователь Вася к фильму «Стражи Галактики». Давайте найдем пользователей, похожих на Васю. Каким образом? С помощью их истории оценок. Будем считать двух пользователей похожими друг на друга, если их оценки коррелируют. Точно так же можем найти фильмы, похожие на «Стражи Галактики». И дальше, каким-нибудь образом усредняя все эти оценки, мы можем получить предсказания для исходной. Таких методов было достаточно много, но, к сожалению, точность их предсказания была не самая высокая. И тогда участники соревнования стали придумывать новые методы. Одним из таких новых методов стал алгоритм СВД. Он до сих пор лежит в основе многих современных методов рекомендаций. А идея его в следующем. Давайте себе представим оценки пользователей в виде матрицы. Пользователь — фильм. Эта матрица очень большая и очень разреженная, ведь каждый пользователь просмотрел лишь небольшую часть всех фильмов. И давайте представим эту матрицу приближенно в виде произведения двух других матриц. Маленьких, но зато плотных. В первой матрице каждому пользователю будет соответствовать вектор каких-то параметров небольшой размерности, набор его скрытых интересов. Во второй матрице каждому фильму будет соответствовать вектор его скрытых характеристик, той же размерности. А предсказание в этой модели для данного пользователя данного фильма будет вычисляться как скалярное произведение соответствующих векторов. Этот метод позволил существенно точнее предсказывать новые оценки. Но интереснее всего в нем не это, а другое. Вообще СВД разложений бывает достаточно много. Но среди них есть, например, такие, в которых каждому пользователю соответствует вектор, у которого первая координата отвечает за то, на кого похож пользователь с точки зрения истории оценок. На мальчика или на девочку. На второй координате может стоять число, которое показывает возраст пользователя и так далее. А у фильмов, соответственно, первая координата будет показывать, кому интересен фильм, мальчикам или девочкам. Вторая координата будет показывать, какой возрастной группе пользователя он интересен. То есть этот метод позволил не просто предсказывать новые оценки, но и выявлять какие-то скрытые интересы пользователей и скрытые параметры фильмов. Используя исключительно лишь историю оценок, никакой другой информации мы здесь не использовали. Этот метод позволяет выявлять самые важные характеристики, которые больше всего влияют на то, понравится ли пользователям фильм или нет. С помощью этого метода участники смогли повысить качество предсказания процентов на 8. Оставалось, казалось бы, совсем чуть-чуть. Но, к сожалению, каждый новый алгоритм и каждая новая модификация увеличивали качество всего лишь на доли процентов. И тогда участникам стало понятно, что никаким одним алгоритмом они не смогут преодолеть барьер в 10%. И они воспользовались следующей идеей. Они взяли все алгоритмы, которые у них были, а их тогда набиралось уже десятки, и стали использовать одновременно, объединив композицию. Различные алгоритмы могут ошибаться в различных ситуациях. И тогда, если мы, например, усредним все эти алгоритмы, то такая композиция будет ошибаться в среднем меньше, чем каждый алгоритм по отдельности. И вот с помощью таких сложных композиций алгоритмов в 2009 году сразу две команды смогли наконец преодолеть барьер. А вся драма этой истории раскрылась в сентябре 2009 года, когда Netflix стала объявлять результаты соревнования. Оказалось, что обе эти команды получили совершенно одинаковое качество на тестовой выборке. А разница во времени их посылок составила всего лишь 20 минут. Три года шло соревнование. Суммарно все исследователи потратили на него порядка 10 миллионов часов. Вторая команда послала свое решение всего лишь на 20 минут позже и осталась ни с чем. А миллион долларов достался первой команде. Чему нас научил Netflix Price? Во-первых, мы улучшили замечательные новые алгоритмы, такие как факторизация матриц и ограниченные машины Больцмана. Кроме того, мы научились, что полезно объединять различные алгоритмы в композиции и использовать одновременно. Но что еще интереснее, сама компания Netflix после завершения соревнования не стала внедрять все те методы, которые занимали верхние строчки. Почему же? Во-первых, эти алгоритмы плохо масштабировались. Ведь у участников соревнований стояла задача как можно точнее предсказать оценки на тестовой выборке. У них не стояла задача построить полноценную систему рекомендаций. Во-вторых, эти алгоритмы оказались слишком сложными, и улучшения в точности предсказания было меньше ожидаемых трудозатрат на внедрении этих методов. Ну и, наконец, в Netflix поняли, что качество рекомендаций зависит не только от точности непосредственного предсказания оценок, но и от кое-каких других характеристик. От каких же? В Netflix Price качество предсказания оценивалось с помощью стандартной метрики RMSE — среднеквадратичное отклонение. Но многие исследователи писали, и Netflix в летатье с этим согласилась, что эта метрика достаточно плохо отражает качество рекомендаций. Ведь не так важно, как точно мы предскажем оценку какого-то пользователя произвольному фильму. Важно, какие фильмы мы порекомендуем этому пользователю. То есть, какие фильмы получат наивысшие предсказания от нашей модели. Для таких задач существуют другие метрики, метрики ранжирования. Например, самыми известными из них являются метрика NDCG и кривая Precision Recall. Но более того, важно не только, какие фильмы окажутся лучшими для данного пользователя с точки зрения модели. Важно, как мы представим наши рекомендации пользователю, как мы их сгруппируем, как переупорядочим и так далее. Вот смотрите. Обычно не имеет смысла рекомендовать пользователю очень популярные фильмы. Скорее всего, пользователь и так про них слышал. И наверняка даже уже смотрел. И такие рекомендации будут просто бесполезны. Точно так же обычно не имеет смысла рекомендовать очень похожие товары. Пользователь может сначала примерно выбрать себе модель, а уже дальше сам разберется с конкретной модификацией. В некоторых областях важна такая характеристика, как новизна. Вы можете порекомендовать объекты, которые были бы очень интересны пользователю, но сейчас они просто не актуальны. Более того, вы можете найти объекты, которые пользователю правда бы очень понравились. Но если в блоке рекомендаций он не найдет ни одного знакомого объекта, то он может просто не поверить в то, что ваша система угадала его интересы и не будет эти рекомендации пробовать. Отдельно хочется отметить важность объяснения рекомендаций. Если, например, вы делаете музыкальный сервис и встречаете пользователя простыней новых альбомов со словами «послушай», тебе, наверное, это понравится, то пользователь может не понять, что вы эти рекомендации построили специально для него и даже не обратит на них внимания. А вот, например, как выглядит недавно обновившийся сервис Яндекс.Музыка. Когда пользователь заходит на сайт, он видит ленту рекомендаций, стоящую из различных блоков, постов. В этих постах мы рекомендуем ему новые группы, альбомы, треки. И у каждого поста своя логика. Это позволяет нам удобно управлять оригинальностью и разнообразием рекомендаций, добавлять блоки с новинками, промо-блоки и рекомендации от друзей. А главное, в этой ленте пользователь узнает себя. Мы специально ему пишем, что вот это похоже на его любимую музыку, а вот этих исполнителей он больше всего слушал на прошедшей неделе. И ему становится легче воспринимать все эти рекомендации, потому что он их понимает. А теперь давайте вернемся к алгоритмам. Каким образом можно объяснять рекомендации? Вообще это достаточно тонкое искусство. Как найти те слова, которые зацепят пользователя? Но в чем-то нам тут могут помочь уже известные алгоритмы. Напомню, что в алгоритме SVD каждому объекту соответствует некоторый вектор параметров. С помощью этих векторов можно достаточно точно оценить, какие объекты похожи друг на друга. И теперь, когда вы будете рекомендовать пользователю, например, новые группы, то для каждой группы вы можете найти такого исполнителя, которого пользователь уже много слушал и который больше всего похож на вашу рекомендацию. И выдать пользователю не просто блок с рекомендациями, а объяснить каждую рекомендацию, что она похожа на такого-то исполнителя. И пользователю будет легче воспринимать эти рекомендации. В Netflix Price участники использовали исключительно лишь историю оценок пользователей. Никакой другой информации у них не было. Но в обычной жизни ситуация другая. Если вы делаете рекомендательный сервис, то, скорее всего, вы что-то знаете про те объекты, которые рекомендуете. Например, про товары вы знаете бренд, страну производителя, какие-нибудь другие характеристики, например, размеры. Про фильм вы знаете жанр, режиссера, список актеров. И все это свойства, которые лежат на поверхности. Они доступны в любом каталоге. А еще есть свойства, которые так легко не достанешь, но тем не менее от них сильно зависит, как пользователи воспринимают объекты. Приведу в пример компанию Pandora. Она в Америке предоставляет персональное радио пользователям. В свое время они приобрели проект Music Genome Project. И с тех пор содержат в своем штате музыкальных экспертов, которые прослушивают каждый трек и размечают его различными атрибутами. Среди этих атрибутов, например, такие. Тональность трека, энергичность, наличие каких-то конкретных музыкальных инструментов, голос вокалиста и так далее. Всего их около 450. На разметку каждого трека, который обычно длится не больше минут пяти, они тратят до 30 минут времени экспертов. Но зато это позволяет им сделать свой радиопоток более сбалансированным, без каких-либо резких перепадов. И, кроме того, отследить, какие атрибуты нравятся пользователям. И тем самым сделать свое радио персональным. Метаинформация позволяет им сделать свои рекомендации более точными. Но всегда ли это так? Всегда ли метаинформация так сильно помогает? В университете Будапешта исследователи, кстати, как раз те, которые участвовали в команде, занявшей второе место и не получившей призов, показали, что, например, в кино полезнее узнать хотя бы несколько настоящих оценок фильмов, чем какую-либо метаинформацию. Почему так? Почему в каких-то областях метаинформация помогает, а в каких-то не очень? Вероятный ответ на этот вопрос лежит в разреженности данных от пользователя. Почти любой современный музыкальный каталог насчитывает десятки миллионов треков. А данных о взаимодействии пользователя с этими треками недостаточно. И метаинформация помогает нам обобщить наши знания про более известные треки на менее известные. Например, через общего исполнителя или через общий жанр, стиль. В кино же ситуация другая. Любой хоть сколько-то интересный фильм насчитывает хотя бы сотни оценок пользователей. Люди явно нам говорят, понравился им фильм или нет. И этих данных уже достаточно, чтобы понять, кому фильм более интересен, кому менее. А каким образом можно использовать метаинформацию? Вообще способов достаточно много. Я расскажу самый простой. Давайте представим, что метаинформация нам дана в виде тегов, которыми размечены объекты. Ну, например, какой-то конкретный исполнитель — это тег, и все его треки помечены этим тегом. Жанр — тоже тег. И так далее. И давайте для каждого тега заведем вымышленного пользователя, который положительно оценил все объекты, помечены этим тегом. После этого запустим уже стандартный алгоритм SVD на такой дополненной матрице. В результате чего мы получим, что в пространстве скрытых параметров объекты, помеченные одним и тем же тегом, окажутся просто ближе друг к другу. И тем самым рекомендации этих объектов будут более устойчивыми и более точными. А что еще полезно использовать в рекомендациях? Так это контекст. Контекст бывает разный. Вот смотрите. Обычно по вечерам люди склонны слушать более сентиментальную музыку, а утром, наоборот, более веселую. Если пользователь едет на машине, и ему нужно заправиться, то он скорее заедет на ту заправку, которая у него по пути, чем будет специально съезжать с маршрута. Даже погода иногда является полезным сигналом. Если мы знаем, что выходные ожидаются солнечными, то стоит порекомендовать пользователю купить какие-нибудь товары для дачи. Если, наоборот, знаем, что будут дождливыми, то имеет смысл порекомендовать ему какой-то досуг в крытых заведениях, ну, например, билеты в кино. Во многих ситуациях контекст очень сильно повышает точность ваших рекомендаций. Как его использовать? Ну, для начала можно, например, зная местоположение пользователя, не рекомендовать ему те кафе и рестораны, которые находятся в другом конце города или которые сейчас закрыты. Но можно контекст использовать еще умнее. Если раньше мы представляли себе оценки пользователей в виде матрицы, пользователь объект, то теперь у нас появляются новые размерности, контекст. То есть обычная двумерная матрица теперь становится многомерной. В математике многомерные матрицы называются тензорами. И вместо матричных разложений мы будем использовать тензорные. А в остальном идея абсолютно такая же. Для каждого пользователя, каждого объекта, каждого значения контекста мы заводим вектор скрытых параметров и с помощью этих векторов предсказываем неизвестные оценки. Еще бывает полезно использовать для рекомендаций не только данные о непосредственном взаимодействии пользователей с объектами, но и данные другого вида из каких-то дополнительных источников. Например, компания Spotify делает музыкальный сервис. Они стали анализировать аудиосигнал треков. Они научились применять дип-лёнинг и с помощью нейронных сетей извлекают различные атрибуты музыкальных треков. Почти все те атрибуты, которые в Пандоре размечали с помощью высокооплачиваемых специалистов, в Spotify научились извлекать абсолютно автоматически. Другой пример. Компания eBay. Они решили заняться рекомендациями одежды. Вообще в мире моды есть куча гласных и негласных правил про то, какая одежда подходит, какие цвета сочетаются, какие материалы и так далее. Простите. Все эти правила для меня всегда оставлялись загадками, но есть люди, которые в этом разбираются. А в eBay решили подойти к этому вопросу с использованием больших данных. Они обошли много страниц в интернете с различных фэшн-стрит-блогов и нашли фотографии моделей на этих страницах. После чего они распознали предметы одежды на этих фотографиях и обучили свою модель, которая анализирует совместную встречаемость различных предметов одежды. Они сделали мобильное приложение, и теперь любая девушка, когда идет в магазин и видит какие-нибудь, например, брюки, которые ей хочется купить, может их сфотографировать, а телефон ей порекомендует какие-нибудь кофточки, которые подходят к этим брюкам. Еще один пример. Сервис YouTube. В нем рекомендуют похожие ролики. Они стали использовать, помимо обычной информации о совместных просмотрах роликов, тематическое моделирование на текстовых данных. Для каждого ролика они взяли всю текстовую информацию, которая у них имеется, например, описание, тексты комментариев от пользователей, поисковые запросы, и инкорпорировали это все в свою модель. Тем самым они улучшили качество своих рекомендаций настолько, что вовлеченность пользователей в просмотр видеороликов возрос аж на 80%. Это очень много. Каким образом можно учитывать дополнительные данные в нашей модели? Если раньше у нас была одна матрица, пользователь, объект, матрица оценок, то теперь у нас появляется другая матрица. Например, матрица вхождения слов в текстовое описание объектов. Если первую матрицу мы анализировали с помощью алгоритма SVD, то для анализа второй матрицы часто применяют очень похожие модели. Например, самым известным из них является модель LDA, скрытое распределение Дерехле. Его идея очень напоминает SVD. Он тоже разлагает матрицы в произведении двух других, и каждому объекту соответствует вектор скрытых характеристик. Теперь, если мы сделаем эти две модели согласованными, например, скажем, что вектора скрытых характеристик объектов должны совпадать у них, и будем совместно обучать эти модели, то они начнут влиять друг на друга, улучшая качество каждой из них. А теперь давайте задумаемся, какими рекомендациями будут через несколько лет. Источников данных о пользователе и об их поведении становится все больше и больше. Мы уже знаем профили пользователей в социальных сетях и видим их активность там. Люди используют наши мобильные приложения на их телефонах, которые всегда рядом с ними. А теперь мы можем даже следить за их физическим состоянием. Через некоторое время мы научимся достаточно точно понимать, в какой ситуации находится пользователь и даже какое у него настроение. Но как не отпугнуть пользователей? Как сделать так, чтобы они готовы были делиться этой информацией? Надо предоставить им сервис, который бы им очень понравился, который бы существенно облегчал их жизнь. Каким должен быть идеальный рекомендационный сервис? Ну, во-первых, идеальные рекомендации должны быть естественно очень точными. Если мы будем рекомендовать пользователю что-то, что ему неинтересно, то такой сервис пользователям будет не нужен. Если 15 лет назад мы научились находить похожие объекты, похожие товары, фильмы, 5 лет назад мы научились что-то понимать о самих пользователях, выявлять их скрытые интересы. Еще через несколько лет мы научимся понимать, что пользователям нужно в каждый конкретный момент времени, что им понравится в каждой ситуации. Во-вторых, рекомендации должны быть понятными. Интерпретируемость — это очень важное свойство рекомендаций. Мы не будем делать для пользователя просто поток рекомендаций, который он будет сидя на диване, как зомби, смотреть и нажимать на кнопочки лайк-дизлайк. Мы предоставим пользователю выбор. Мы покажем ему несколько рекомендаций, объяснив, чем каждая из рекомендаций могла бы быть ему интересна. А еще лучшее — можно предоставить пользователю способ управления механизмом рекомендаций, чтобы он воспринимал систему как такого друга, который ему что-то советует, а ему можно сказать, что вот да, вот это понравилось, а вот вместо этого фильму лучше что-нибудь повеселее. Ну и, наконец, рекомендации должны быть полезными для пользователей. Очень часто рекомендации рассматривают как способ повысить свой доход. Чем больше мы знаем про пользователей, тем лучше мы таргетируем на него свою рекламу и больше продаем товаров. Но рекомендации могут иметь другую цель. Они могут улучшать жизнь пользователя. Прибыль — это лишь производная отчасти пользователя. Рекомендации системы могут решать для пользователя проблему выбора. Они могут открывать для него новые горизонты. Людям больше не придется тратить часы своего времени на походы в магазин и выбор одежды, например. Нет, конечно, у девушек, которым этот процесс нравится, никто эту возможность не отнимет. Но занятым пользователем мы можем существенно сэкономить время. Более того, мы можем иногда даже спасти пользователя от болезни. Если, зная, что через час пойдет дождь, вовремя напомним ему взять с собой зонт. А если он уже вышел из дома без зонта, то, например, порекомендовать в какое-нибудь кафе, в котором он может переждать этот ливень. Итак, точные, понятные и полезные. Именно такими должны быть идеальные рекомендации. И поверьте, такие системы уже не за горами. Спасибо. Спасибо, Михаил. И наверняка у нас есть масса вопросов из зала. Смелее. Здравствуйте, Михаил. Спасибо за доклад. Интересует следующий вопрос. Вы говорили про тегирование. Существует ли тегирование в Яндекс.Музыке? Кто этим занимается? И есть ли какие-то правила по тегированию музыки? В Яндекс.Музыке есть система жанров, есть более детальные теги. Но, к сожалению, все внутренности я вам сейчас не могу рассказать. Но как минимум, разбивка на жанры есть. И мы это используем и жанры, и исполнители, и альбомы для рекомендаций. Спасибо за такой интересный доклад. Вы упомянули, что рекомендации должны быть с одной стороны точными, с другой стороны, они… было бы хорошо, чтобы расширяли кругозор пользователя, новые горизонты для него открывали. А как найти баланс между этими двумя целями? Это очень хороший вопрос и не так просто на него ответить. С одной стороны, можно рекомендовать пользователю что-то, в чем мы уверены, что ему понравится. Но тогда мы рискуем сделать так, что рекомендации останутся как бы сами в себе. Мы будем рекомендовать одно и то же. А с другой стороны, можно рекомендовать ему все время что-то новое, хоть случайное. И тогда мы, во-первых, будем получать все новый сигнал и пользователь будет пробовать все время новые вещи. И, естественно, необходимо находить какой-то баланс. Существуют алгоритмы, например, алгоритмы онлайн-обучения, которые балансируют между этими двумя крайностями. Они, с одной стороны, пытаются рекомендовать объекты, которые достаточно точно, про которые мы достаточно точно понимаем, что они понравятся пользователю, но, тем не менее, стараются рекомендовать новые товары или объекты, которые пользователь еще не использовал. Поэтому там есть параметры, которые можно просто варьировать и находить, где получается наибольший профит для пользователей, для сервиса. Спасибо. Еще вопросы? Вопрос такой. Что вы думаете делать с пользователями, которые просто боятся того, что информация о них находится в вашей системе? И вопрос похожий. Какие могут быть, скажем так, отрицательные стороны у рекомендательных систем? То есть не приведет ли это к каким-то, может быть, плохим последствиям, пусть случайно даже? Сначала на первый вопрос. Вот смотрите. Многие из нас устанавливают приложения на телефоне, которые сразу говорят, что вот они будут подключаться к интернету, получать данные из телефонной книжки, о друзьях, профиле в социальных сетях. Когда-то мы все этого боялись, почему приложения за нами следят. Но теперь как-то это уже не так важно, потому что приложения уже настолько удобные, что пользователи не хотят задумываться о том, что приложения за ними следят. Чтобы пользователи не боялись, нужно, чтобы они, во-первых, точно понимали, что их данные никуда не денутся, а во-вторых, нужно давать им сервис, для которого они будут готовы делиться этой информацией, которая им очень нравилась. На второй вопрос. В чем может быть отрицательный эффект от рекомендаций? Ну вот про один я сказал, что если мы будем вываливать на пользователя просто рекомендацию, он не будет ничего выбирать, то мы превратим его в такого зомби, который просто сидит и смотрит телевизор, мы ему что-то показываем. Такая проблема есть. Я не думаю, что в ближайшее время она как-то правда повлияет. И кроме того, можно предоставлять действительно пользователю выбор и просто объяснять, почему ему может быть интересно вот это, а не вот это. А выбор, сам выбор остается за пользователя. Вот. Ну и кроме того, это существенно снижает разнообразие потока и с разнообразием нужно дополнительно бороться. Нужно следить за тем, чтобы те рекомендации, которые вы делаете, они были более разнообразными. Не все на одну тему, а там на разные. Спасибо. Еще? Да. Можно? Да. Я тут, тут. В центре. Добрый день. Михаил, компания интернет решений. Спасибо за интересный доклад. Вопрос следующий. Мы все говорим тут про личные рекомендации. Можете что-нибудь рассказать про рекомендации группам людей? Ну вот, например, мы собрались с друзьями, устроили вечеринку у кого-то дома и решили поставить музыку на фон, которая бы всем понравилась. Или с музыкой надуманный пример, а вот с фильмами точно пример. Какой-нибудь посмотреть фильм, который бы подошел бы всем, понравился всем. Расскажите что-нибудь в этой сфере. Ну смотрите, с одной стороны эти рекомендации сделать очень просто. Можно просто оценить, предсказать, как фильм этот понравится каждому из участников группы и либо усреднить, либо посчитать минимальное предпочтение, максимальное предпочтение, как-то сагрегировать. Но проблема тут есть вот в чем. Как собирать сигнал? Мы можем как-то рекомендовать, но как понимать, хорошо мы вам рекомендовали или нет? Если, например, на примере с музыкой, если включился какой-то трек, и группа людей его пропустила, скипнула. Наверное, это отрицательный сигнал. Но что он означает? Он не понравился кому из них, всей группе целиком, или кто-то один самый активный, сказал, ой, я не хочу это больше слушать. Вот это самое сложное. А простые рекомендации построить очень просто. Нужно оценить предпочтение каждого из них и дальше каким-нибудь образом сагрегировать. Еще вопрос. Вот здесь вот есть вопрос. Можно? Спасибо за доклад. У меня вопрос, а где проходит грань между рекомендацией и рекламой? Что может помешать вам, как Яндексу, вместо того, чтобы угадывать интересы пользователей и как-то под них подстраиваться, формировать их и подсовывать ему то, что интересно вам и выгодно. В чем разница между рекламой и рекомендациями? Грань действительно не такая уж очевидная, но пример можно сделать такой. Реклама – это то, что система в некотором смысле рекомендует пользователю с целью, чтобы пользователь на это кликнул и система получила деньги. Рекомендации в привычном смысле они следуют другой цели. Они, например, увеличивают вовлеченность пользователя в использование сервиса, делают так, чтобы пользователь чаще возвращался. У них нет прямой цели увеличить доход. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо большое за доклад. Илья, группа компании Литрес. У меня такой вопрос. А если пользователь пришел первый раз к вашу систему и нет абсолютно никакой информации о нем, рекомендуется использовать какую-то выборку из рекомендательной системы или какой-то базовый набор, явно заданный маркетологами или еще кем-то? Спасибо. Спасибо за вопрос. Правда, очень интересный. Если пользователь к вам приходит первый раз, то что в принципе вы можете ему порекомендовать, если вы про него ничего не знаете? Наверное, если вы совсем ничего не знаете про пользователя, то ничего лучше, чем какие-то анонимные рекомендации, вы ему и не можете показать. Но анонимные рекомендации это тоже в некотором смысле рекомендации. Можно порекомендовать просто хорошие товары или фильмы. Можно, обращаясь к презентации, использовать контекст. Даже если вы про пользователя ничего не знаете, вы знаете что-то про ситуацию, в которой находится пользователь. Время, местоположение не всегда доступно, но может быть и доступно. Можно использовать информацию, откуда пришел пользователь, с какого сайта он, например, к вам перешел. Из социальной сети или из какой-то тематической страницы. И за счет этого уже рекомендации будут более точными. Когда нет информации про пользователя, уже можно использовать хоть какую-то другую информацию. Кроме того, опять-таки, обращаясь к презентации, можно использовать дополнительные источники данных. Например, в Яндексе есть технология крипто, которая позволяет, даже если пользователь к нам на сервис никогда не приходил, на сервис Яндекс.Музыки, мы можем понять, предсказать, какой-то соцдемоинформацию про него. Пол, возраст и так далее. То есть, если вы про пользователя ничего не знаете, вы должны максимально использовать ту информацию, которая у вас есть и делать просто какие-то рекомендации, которые в среднем хороши для такого пользователя. Спасибо большое, Михаил. Давайте еще раз благодаря Михаилу. Я думаю, что нам пора переходить к следующему докладу. Спасибо. Спасибо.